Ядро, летевшее горизонтально со скоростью 20 метров на секунду, разрывалось на два осколка, массами 5 и 10 килограмм. Скорость меньшего осколка 90 метров на секунду и направлена так же, как и скорость ядра от разрыва. Найдите скорость и направление движения большего осколка. Для начала запишем данное. Скорость ядра равна 20 метров на секунду. Масса первого осколка равняется 5 килограмм. Масса второго осколка равняется 10 килограмм. Скорость первого осколка U1 равняется 90 метров на секунду. Найти скорость второго осколка U2 неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу импульса. Импульс P равен произведения массы тела на скорость тела. Эту формулу нужно знать. Предположим, что больший осколок полетел в противоположном направлении. Воспользуемся законом сохранения импульса. P начальная равняется P конечному. Напишем суммарный начальный импульс. Суммарный начальный импульс P начальная будет равняться Масса ядра это M1 плюс M2 умножить на начальную скорость ядра на V ядра. Конечный импульс будет равен. Импульс первого тела это M1U1. Знак плюс, так как у нас скорость U1 направлена по оси Ux. И минус M2U2. Так как скорость U2 по нашему предположению направлена против оси Ux. Соберемся воедино. Тогда из этих трех пунктов мы можем сделать следующий вывод. Что масса первого осколка плюс масса второго осколка, умноженная на скорость ядра, будет равняться масса первого на U1 минус масса второго U2. Выразим отсюда масса второго U2. Масса второго U2 будет равняться масса первого U1 минус масса первого плюс масса второго умножить на скорость ядра. Выразим отсюда скорость второго осколка. U2 будет равняться масса первого на U1 минус масса первого плюс масса второго умноженная на скорость ядра. Знаменатель масса второго осколка. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается, что u2 равняется... По счетам получаем, что скорость второго осколка u2 равняется 15 метров в секунду. Запишем ответ. Скорость второго осколка равняется 15 метров в секунду. Направление второго осколка будет противоположным начальному движению ядра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.